Не могу понять, один тренер говорит обыгрывать мяч, открыл ракеточку, закрыл на стороне соперника, а второй говорит играть все время под одним углом. Так, как играть, да, то есть обыгрывать мяч, обкатывать мяч или, значит, играть под одним углом, да, как сделать лучше. Так, смотрите, ну это просто и то, и то правильно. То есть есть игроки и мастера спорта, которые каждый мяч обкатывают, да, ну там можно вспомнить Влада Куценко, да, который каждый мяч прям обрабатывает почти каждый мяч. Есть, которые играют наклонами, да, тоже там можно вспомнить, там Женя Петрухина, допустим, да, все время играет наклонами. Ну, то есть на высоком уровне есть и те, и те примеры. Потом наклон нужен по известному мячу. Если вы по известному мячу ошибаетесь, просто взяли топ спид, сделали и мимо, да, то вам нужно обрабатывать мяч. Понятно, да, то есть вы не можете наклон подобрать к подрезке, к блоку. То вам шипами подставили, то вам гладкой подставили, то вам срезали сильно, то вам плоско срезали. Вы не можете наклон подобрать. Получается, прав, топ тренер, тренер, который говорит вам открывать на эти мячи. Но если вы выходите на встречу и вы наклоном попадаете, то прав, теперь топ тренер, который говорит, наклоном играй. Понимаете? Я вообще за то, чтобы больше обрабатывать мяч наклонами, потому что я часто сам перестраховываюсь. 9-9, я не буду играть наклоном, это ошибка возможна, я перестрахуюсь, да. Потом сложный мяч какой-то косой, это обязательно опять играть, поворачивать накладку, да, обкатывать. Удобный мяч сыграю наклоном. То есть получается, что неудобные мячи, сложные мячи, непонятные мячи можно играть, обрабатывать мяч. Удобный мяч можно сыграть просто наклоном. Вот, наверное, это точно ответ. Поэтому оба правы, просто надо пояснить, когда это делать, и вы должны для себя это просто понять, когда вам это делать. Так, как правильно... Так, Гриша вас поблагодарил, говорит, спасибо за ответ, в общем. Ну, если ответил, то я рад. Как правильно обрабатывать мяч? Обрабатывать мяч, как правильно? Ну, обрабатывать, открывать ракетку, обрабатывать мяч. В защите. Теперь так, открыли и приподняли наверх. То есть бывает при подрезке плохая обработка мяча, вы берете сверху вниз, режете. Все, это ошибка, да? То есть надо мяч приподнимать, обрабатывать при подрезке. Вот это надо делать. Это называется обработка мяча. При токсе, понятно, надо брать мяч на открытую ракетку. То есть часто бывает, что мы делаем? Мы открываем ракетку, потом подносим к мячу, уже закрыта ракетка. И мы такие, а что мы? Я же открыл ракетку-то. Так мячу-то все равно открыл ты ракетку или нет? Ты уже встречаешь ее на закрытую, то есть понятно этот момент, да? То есть вроде бы открыл, но мяч встретил закрытый, плохая обработка. Плюс обработка мяча это, знаете что, это проводка наверху. То есть когда ты сразу делаешь короткое движение, у тебя нет обработки. Хоть ты открывай, хоть не открывай, у тебя не хватает обработать. Когда ты ведешь окончание более высокое, такие тоже мячи, когда сложный мяч, ты ведешь просто, не ограничивай себя тем, что надо бить ракеткой по лбу. У меня, кстати, был такой пример, ну прилично играющий, француз, наверное, ну где-то, не знаю, рейтинг. Ну трудно оценить, 1100 может быть, 1100, 1100. Прилично играющий, он все время делал себе сюда окончание и не мог усилить нормально, и у него была шишка на лбу просто, да? И просто мозоль может быть даже. То есть все время делаете сюда. Не мог провести вот сюда окончание. Любое окончание вы ведете сюда, сюда, все равно правильно окончание. Если вам не хватает обработки мяча, ведите дальше. Ну, бы ты сказал, да, в принципе, то есть можно увеличить движение и встречать мяч именно на открытую ракетку. Что здесь при подрезках, туда выводить, да? Что здесь при топ спине, обрабатывать мяч, туда выводить. И слева то же самое, конечно. Открыли ракетку, то взяли, поднесли уже закрытую, все. Ошибка. Я открывал. Ты открывал до мяча. Именно взять, дождались того момента, что мяч коснулся ракетки, и дальше уже ведете. У кого в мире, по-твоему, самое сильное вращение? Ну, кстати говоря, как ни странно, самое сильное вращение, которое я видел, это игрок был неизвестный. Это был француз, который был победителем чемпионата по контр-страйку. Ну, французскому, да, то есть чемпионат Франции выиграл по контр-страйку. Компьютер на игре, где надо вот большую резкость иметь. И он очень резко делал. И больше вращений я не видел. Ну, как бы он просто, понимаете, что как бы по защите, да, это может быть сильно. И не могу сказать, что это было мне очень неприятно, шипы лифт вращения, да. Но вращений было очень много. Наверное, это, наверное, максимальное, что я видел. По верхнему мячу у него часто бывало мяч, он так сильно делал, что если он делал это вообще, это как бы был сразу гол такой прям конкретный, Бывало, у него мяч соскальзывал с накладки. Может, инвентарь был не очень хорошо подобран, в принципе. Но делал, крутил очень сильно. То есть вот чемпионка по контр-страйку резкий очень и мог сильно закрутить мяч. Вот, пожалуйста. Вообще резкие ребята такие есть, которые кисть сильно... Сильная кисть. Вот, у них очень сильное справа вращение. На что обращать внимание в игре и как готовить себя сразу на следующий ход? На что обращать внимание в игре и как готовить себя сразу на следующий ход? На следующий ход надо себя готовить, в первую очередь, на первый ход и не выкладываться. То есть ты когда-то выкладываешься в первый ход, делаешь, да, более акцентированно, ты второй не можешь сделать. Это нормально. Ты даже не можешь тебя не заносить, ты туда наверх ты уходишь и дальше не можешь сыграть. То есть в этом есть момент такой. То есть нужно, в первую очередь, когда ты не можешь делать второй ход, надо понимать, что на первый ход надо не так акцентировать внимание. Можно просто перебросить где-то вот так, да, и сразу раз сюда вот. Не пытаться выиграть очко первым ходом, тогда будет лучше. Если ты пытаешься выиграть очко первым ходом, то проблемы, много разных проблем начинаются со вторым ходом. Вот, поэтому, вот, да, кстати говоря, вот если, вот я не ответил на два вопроса, потому что я не понял, я их проглядел или я просто дал неконкретный, некорректный ответ. Тоже напишите, пожалуйста, там, если еще не покинули нас. Так, ну вот, в игре и как готовить себя сразу на следующий ход. Ну вот так, надо об этом думать. Надо понимать, что действительно в этом проблем очень много. То, что вот ребята играют первый ход очень активно, пытаются им выиграть очко, и потом второй не хватает просто ни сил, ничего. Но это на любом уровне так. Если у вас такое встречается, то надо на первый ход делать медленнее, надо просто пытаться отыграть сразу все внимание на второй ход. Замахиваться, руку поднимать выше сразу. Вот так вот. Ну тут, и причем, знаете как, если нападающий с двумя сторонами, то лучше на левую сторону. То есть, ты напал, например, справа, сразу на левую сторону. Или слева напал, сразу на левую сторону. Все-таки справа успеешь замахнуться, сыграть. С левой просто не успеешь сыграть. Вот этот момент тоже очень-очень важный. Как делать замин по сильному вращению вправо? Бывает, опускаю мяч сильно вниз и улетает за стул. И после боковой подачи, и после боковой подачи, и с правого угла длинно влево с боковым вращением, куда мяч. Так, подождите еще раз. Как сделать замин по сильному вращению вправо? Смотрите, как делать замин? В первую очередь, самое большое заблуждение, когда вы делаете замин, то, что надо закрывать ракетку. Тоже, да, то есть, момент такой. То есть, надо ее сильно открыть. И может даже, вот попробуйте по сильному вращению открыть ракетку и просто так провести. И вероятность того, что вы попадете, тоже будет большая. Но если сразу ловить наклон, то это не очень хорошо. В идеале поймал и обработать. Даже бывает, знаете, как там бывает? Бывает, надо не вести вперед, а на месте обрабатывать. На месте переворачивать и без движения вперед. То есть, на месте обработали и уже будет хорошо. Ну, вот так вот. Это такие вот основные моменты. Потому что никто не перестахвал на то, что вам сделали сильное вращение, а потому что вращение вообще не оказаться. Поэтому и это сложный элемент. А часто бывает, что нормально. В общем, нормально. Так. Ну, вот, наверное, тоже ответил. Так, ну, давайте последние вопросы. Играю Хариком обычным справа. Слева Блоуфиш 2.0. Рейсинг в украинский 41. 41 это мастер спорта, насколько я знаю. Ой, кандидат в мастер спорта, правильно. У меня топс на подрезку, получается больше на вращение. И получается слабым. Если бить сильнее, много ошибаешь. Что посоветишь? У меня топс на подрезку, получается больше на вращение. Получается слабым. Но если на вращение топс по подрезке получается, оставляйте его. Но это мало у кого получается. У всех получается больше где-то перекинуть на вращение. Топс получается слабым, да? То есть хочется делать сильнее. Я думаю, что это сложно делать сильнее. Хотя смотрите. То есть если у вас так сильно крутится мяч, первый ход вы делаете, очень сильно крутится мяч, то можно попробовать делать движение не снизу. Если прямо у вас получается реально сильно закрутить мяч, то можно не вот так обрабатывать мяч, а можно попытаться сделать движение сверху вниз. Вот так закрутить. Тогда вы будете поддавливать основанием. Но это совет такой. То есть это должно у вас получаться реально крутить сильно мяч. Тогда вы мяч не обрабатываете вот так. Постарайтесь. Вот вам сделали подрезку. Вы вместо того, чтобы опустить руку и сделать отсюда, вы поднимете ее и накрутите. Вот так накрутите. И он полетит плотнее. Но это такое, знаете, как это может и не получиться. То есть это действительно должно быть хорошее прожатие. Хорошее. Но так делают на высоком уровне. Часто бывает не снизу делают, а бывает, что уже по этому еще пытаются усилить и попадают. Привет. Всем привет. Все. Так. Ну вот. На сегодня все. Всем спасибо за трансляцию. Если не ответил, если не ответил, я даже не знаю, оставьте вопрос на следующий стрим тогда. И обязательно постараюсь помочь ответить. Так. Всего доброго. Всего счастливо. Всем пока. Пока.